Всем привет! Это Дмитрий Пименов. Добро пожаловать в Токио! Очень вкусно! Тут не знаешь, что будет через полгода. Они уже на 5 лет вперед будут расписывать задачи. Полицейские кого-то, похоже, защемили. Поймали какого-то парня. Так что, если вы будете возить какие-то неоригинальные вещи, нет шанс, что у вас их просто конфискуют. В этот раз в столице Японии я проездом, потому что возвращаюсь из Осаки в Москву, а прямых рейсов нет. Поэтому я на один день останавливаюсь здесь. В принципе, один день не так уж и много, поэтому сейчас днем немножко поображу по городу, посмотрю. А вечером встречусь со своим старинным другом Йошедой, и мы сходим в какой-нибудь хороший японский ресторан. Я зашел в магазин купить себе календарь на 2018 год, и вижу, что японцы живут с размахом. Вон у них есть календари на 5 лет. То есть планировщик задач на 5 лет вперед, до 2022 года. Тут не знаешь, что будет через полгода, а они уже на 5 лет вперед будут расписывать задачи. Ну, ребята живут круто! Кстати, очень удобно. В Токийском метро показывает конкретно, где находишься, в каком вагоне, и каждая станция, естественно, там меняется антураж. То есть где лестницы, возле какого вагона, в какую сторону выходить. То есть очень удобно. Не знаю, почему у нас так не сделают. Вот там была одна станция, соответственно, с выходами указана. Сейчас вот уже другая, тут по-другому лестнице расположена, показана, куда идти и прочее. Сейчас мы находимся в районе Осакуса. Осакуса – это один из самых аутентичных районов Токио, где сохранилась старинная атмосфера. Ну, достаточно хотя бы сказать, что в Осакусе до сих пор есть гейши. Конечно, их не так много, как в Киото, но тем не менее, порядка 10-15 гейш есть. Это уже говорит о том, что здесь сохранились традиции, царинные японские традиции. И здесь есть несколько достопримечательностей. Первая достопримечательность – это храмовый комплекс Синсоджи, который вы сейчас видите. Здесь, кстати, так же, как и в Киото, очень много туристов в кимоно. Как правило, они берут костюмы в аренду, на прокат. И, соответственно, потом устраивают разные фотосессии для того, чтобы запечатлеть себя в образе японки или японца. Ну, кстати, здесь как девушки, так и парни ходят в таких костюмах. Когда я приехал в Японию первый раз, я ошибочно думал, что, ну, не знаю, то ли это какой-то фестиваль, или даже там, что некоторые из девушек майку, майку – это ученицы гейш. Но, естественно, очень быстро сообразил, что не может быть так много на улицах Японии. Вторая достопримечательность – это рикши. Вот, они здесь буквально повсюду развозят туристов. Вот, кстати, целый здесь и цены указаны. То есть, честно говоря, я не знаю, что такое один блок. Вот. Ну, по крайней мере, вот, если кататься час одному человеку, то это будет стоить четыре с половиной тысячи рублей. Ну, выглядит так и оригинально. Понятно, что это как бы так очень по-туристически, но тем не менее. Ну, храмами в Японии никого не уделишь. Рикши тоже встречаются. А вот телевизионная башня Tokyo Sky 3, что дословно можно перевести как «Токийское небесное дерево», такая одна, и причем не только в Японии. Это второе по высоте сооружение в мире на настоящий момент после Бурдж-Халифа. Кстати, вот там есть две смотровые площадки, и, в принципе, открывается классный вид. В ясную погоду со смотровой площадки видно даже гору Фуджи. Вот, как вы можете видеть сейчас на фотографии. Вообще, строго говоря, Tokyo Sky 3 находится не в Осакусе, а в соседнем районе. Ну, мне это простительно, я же, в конце концов, не местный. Кстати, как практически везде в Японии, вот здесь в Осакусе, видите, перекрестки такие диагональные, когда можно идти в любом направлении. Вот, но это, конечно, не такой крупный перекресток, как в Хибуи, знаменитый перекресток в Хибуи. Но здесь тоже люди идут в разных направлениях. Но людей здесь не очень много. Вот, видите, зазывала какая-то в традиционной тоже такой одежде. Кстати, странно, но в этот раз не очень много я слышу криков от зазывал. Потому что обычно они орут так, что, ну, даже смешно становится. Вот это район Хибуя. Знаменит он, известен он точнее, благодаря двум основным достопримечательностям. Первое, это памятник собаке Хачико. Я думаю, в представлении не нуждается. Многие знают, что это памятник псу, который долгое время приходил на Маги, ждал своего хозяина. По-моему, в течение пяти лет. И после этого сам умер. Благодарные жители Токио поставили ему памятник. Вот как раз на том месте, где он ожидал своего хозяина. Сейчас многие люди приходят сюда сфотографироваться, сделать селфи. Вот видите, большая очередь стоит. А вот рядом с очередью, кстати, полицейские кого-то, похоже, защемили. Поймали какого-то парня и что-то его обыскивают. Вот, казалось бы, вообще полицейских особо-то и не видно. А вот когда необходимо, когда нужно, они появляются и делают свою работу. А вторая достопримечательность – это оживленный перекресток в Щебуи, который тоже находится рядом с памятником Хачико. И этот перекресток, ну, известен на весь мир. Его часто можно увидеть в разных там журналах, в интернете, там, на картинках, в фильмах. Поскольку его переходят в разных направлениях. Здесь постоянно играет какая-то музыка. Разные звуки раздаются, да. Короче говоря, тут настоящий драйв. И из тех, кто сейчас переходит этот перекресток, я думаю, что большая часть – это такие же туристы, как я, которые приехали сюда для того, чтобы просто посмотреть на всю эту движуху. Я думаю, это даже еще не самое сейчас, не самый час пик. В час пик здесь будет намного круче. Вон, смотрите, люди даже пришли в каких-то шапках непонятных для того, чтобы сделать селфи. Народ сходит с ума по-разному. На втором этаже в торговом центре «Старбакс». И народ специально приходит сюда, чтобы поснимать вот это как раз перекресток, на который отсюда вид получше открывается. В районе перекрестка, да и вообще в Щибуи, очень много таких ярких, да, собственно, яркие улицы везде в Токио. Во всех таких центральных местах. И Щибуи – не исключение. То есть здесь также светящиеся витрины, куча музыки там, шумно, весело. Короче, город живет своей жизнью. Вот это Токио. И Токио как раз отличается тем, как я уже говорил в одном из своих предыдущих видео, что здесь нет одного центра. Здесь нет центра города. Здесь очень много центров. Вот Щибуя, Синджуку, Гинза. Короче, каждый район, он отличается чем-то своим, но в целом они примерно похожи. Везде драйв, везде тусовка, везде веселье. Очень вкусно. Мы сегодня с Йошида-сан зашли в ресторан. Вот это морской ёж. Ну, вы знаете, вот тунец крутой. И самая фишка – это Риэл Басаби. Настоящая Басаби. Это Ямада-сан. Ямада-сан из Токио. Суши Тэтсу. Ребята, вот это классное вообще сакре, оно отдаёт фруктовым ароматам. С дейти фрукти. Смотрите, супер. У него крепость 16 градусов. Ребята, для девушек это вообще просто лучший подарок. Досай. Называется Досай 39. Ребята, я хочу вам сказать, что вот Йошида-сан, когда открывался в Москве известный японский ресторан Лао Зора, шеф-повар, он спрашивал, это блюдо окей? Ну, Йошида-сан, окей. А это? No, this is not ok. И Йошида-сан, он знаток японской кухни. Вообще шикарный, поэтому кампай, кампай, как говорят на японии. И на раз, он говорит по-русски. Коммент вот это вот, японская креветка. И он говорит, что это? Коль, амаэ. Суи, то есть шикарный. Yes. Вот это историческое. Ребята, вот эта историческая креветка, так называемая, да, вот я не знаю, что это такое, но крутое какое-то. Отличная японская вот эта вот креветка, а кто знает, скажет. А я, что нам заморазить сегодня? Вот Йошида-сан, там столько людей, что даже в переводе, что это за креветка. Это называется, манитис, манитис, но it's not вашим. Ибо, и он, но даже в русском языке нет такого названия, что это за креветка. Когда в Японии посещаешь ресторан, то вот к шефу, да, который обслуживает, нужно обращаться к тайшо. И это тайшо, это означает, ну, мастер, там, шеф и так далее. Ну, это так, несколько фамильярно, но с другой стороны показывает, что ты свой. Вот это вот, то, что японская книга называется Тури. Я не знаю, какую перевести, мы пытались легче, что сам сделал перевод, но удалось только с английского, называется Birdshell. Поэтому тем, кто разбирается на Японию, просьба помочь с переводом. Гуда-то реально шикарная, мне очень понравилась Birdshell, ну, там, по-русски, по-русски. А еще что, он занят своим разговором, как-то, ну, ладно, не буду мешать. Это блюдо, это пик, пик сезона, вопреки расхожему мнению, это не какие-то там росточки, а это свежая маленькая рыбка. Вот видите, вот мой палец, а вот эта рыбка, это вообще там, как бы, она очень маленькая, малюсенькая, миллиметровая, прозрачная. Я, честно говоря, даже не знаю, боюсь ее есть, но это нужно сделать, что-то есть. Кус селедки, вкус селедки вообще такой, вкус селедки с подсолнечным маслом. И сейчас я ее буду есть, она вообще просто, она деликатесная, питает во рту. На этом моя поездка заканчивается, возвращаюсь обратно в Москву. Хорошего понемножку, да, и, честно говоря, уже подустал я в Японии. Вот, кстати, в аэропорту Норита есть стенд, где указано, какие вещи были конфискованы во время ввоза в Японию. Обратите внимание, вот здесь есть такие бренды, да, подделки, которые написано, что по закону запрещено ввозить их на территорию Японии. Так что, если вы будете ввозить какие-то неоригинальные вещи, нет шанс, что у вас их просто конфискуют. Так что, аккуратней. Продолжение следует...